Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Introday на зеркальных уровнях. Подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании. Каждый понедельник я делаю выпуски с техническим анализом по своим сделкам. Досмотрите видео до конца, обсудим новости. На этой неделе очень много интересных новостей, экономических событий, на которых можно заработать. Ну а сейчас давайте посмотрим сигналы, которые я подготовил вам на эту неделю. Итак, индекс DAX. Предыдущие волны очень хорошо отрабатывали по сетке Fibonacci, поэтому сейчас я тоже решил присмотреться к Fibonacci. Сейчас идет коррекция хорошая. Уровень 23.38.50 себя отлично отработали, поэтому ожидаем индекс в районе цены 15.287. Это уровень Fibonacci 61.8. Если туда придем, будем покупать от этого уровня. Индекс доллара. Мы видим, что после пробоя сейчас возвращается обратно к зеркальной линии поддержки. Поэтому в районе цены 96.100 можем ставить ордера на покупку. Евро-доллар. Противоположная, скажем, корреляция. Обратная корреляция индекса доллара. Сейчас движется вверх. И также мы видим, что на его пути встретятся два уровня сопротивления зеркальных. В районе цены 1.12.64 можно будет продавать. И также в районе цены 1.12.96 тоже продавать. Тут два уровня. Они достаточно сильные. S&P 500. После мощного такой коррекции он застыл в такой вот консолидации волатильной. То вверх, то вниз. Пока не может определиться, куда. Ну, здесь вот мы для себя определили так, что если он пойдет вниз, у нас есть уровень поддержки на цене 4.280. От нее можно будет купить. Если пойдет все-таки вверх, то его ждет зеркальный уровень сопротивления в районе цены 4.617. Сюда будем продавать. Золото движется вот на D1. Можно смотреть в таком треугольнике сужающемся. В пятницу мы очень много обсуждали, кстати, с Артемом Идеем. Можете посмотреть битву трейдеров, битву аналитиков. Вот. И там я много о золоте рассказывал. В частности, скажем так, если небольшую выжимку сделать, то то, что за прошлый год Всемирный Золотой Совет аналитики его подтвердили, что был большой спрос на золото среди ювелиров от центробанков. Вот. И поэтому ожидается повышение спроса, повышение цены, соответственно. Но, с другой стороны, есть противоположная сторона, что ФРС планирует ужесточение денежной кредитной политики, и поэтому будет повышаться ставка, а значит, укрепляться доллар. А поскольку золото котируется против доллара, то вполне возможно, что это будет сдерживать рост золота. А возможно, даже приведет к небольшому снижению. Вот. Поэтому тут двояркая ситуация. С одной стороны, есть факторы, которые укрепляют ростный вообще. В период пандемии люди стремятся в защитные активы. Много физлис закупило золото тоже по отчетам аналитиков. Вот. Но, тем не менее, если доллар будет сильно укрепляться, это будет сдерживать рост ценного золота, и оно будет как-то балансировать. И здесь вот, если оно пойдет вниз, все-таки мы рассматриваем такой сценарий, что если он пробьет линию поддержки, то будем ждать его на зеркальном уровне сопротивления для продажи. Это в районе цены 1775. Если пойдем вверх, то у нас здесь есть зеркальная линия сопротивления. Это в районе цены 1815. Будем продавать оттуда. Вот пока вот такие вот прогнозы. По криптовалюте Solana. Кстати, рекомендую посмотреть. Три криптовалюты компания Markets добавила. Очень здорово. И по ним просто шикарные спреды, очень маленькие. Поэтому можно присмотреться к этим криптовалютам. Уже хотя бы потому еще, что именно эти криптовалюты, по моему наблюдению, очень хорошо подчиняются графическому анализу. Практически как обычные валюты. Поэтому этого не может не радовать. Вот я делаю прогноз, точнее сигнал, как я называю его, по продаже от цены 94.50. Австралийский доллар движется тоже к зеркальному уровню сопротивления. В районе цены 0.7101 можно будет продавать. Очень хороший будет сигнал. Британский фунт стерлингов на прошлой неделе отработал тоже по сетке Fibonacci. Вот эта вот коррекция была 61.8. Вообще отлично отработала, завершила. Теперь я нарисовал новую нисходящую волну. И по ней мы смотрим восходящую коррекцию. И в районе цены 1.3442, это уровень 23.6, уже произошла коррекция отличная. Поэтому все дает основание полагать, что в районе цены 1.35.00 мы можем продать и заработать на падение. Это уровень Fibonacci 38.2. Далее японская иена. Японская иена находится в консолидации восходящего импульса. Прямо сейчас сигнала не даю, но если мы выйдем из этого, скажем, треугольника, то будет два зеркальных уровня в районе цены 1.15486 может быть покупать, в районе цены 1.15220 может быть продавать. Ну и доллар-франк движется к зеркальному уровню поддержки. Вот на Аш-4 его видно. Вот поэтому ожидаем его здесь и будем покупать от уровня цены 0.92.68. Давайте посмотрим экономический календарь. На этой неделе, значит, завтра у нас будет решение по процентной ставке австралийского банка, ВВП по Канаде. В среду, но особо тут нет новостей интересных. В четверг будет решение по процентной ставке британского английского банка, банка Англии. Соответственно, ожидается укрепление британского фунта стерлингов, потому что повышение ставки. Вот, обращаю внимание. Также решение процентной ставки европейского центробанка. Но у них пока что по нолям все. Ну и, конечно же, в пятницу нонфарм по Америке и по Канаде. Ну и уровень безработицы по Америке. Поэтому неделька насыщенная. Запасайтесь депозитами, пользуйтесь бонусами на пополнение. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои выпуски по понедельникам. Ну и желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!